МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России будет отмечаться 25 марта. Мы пригласили в нашу студию гостя из города Балабаново, человека очень творческого, которого знает практически весь город, директор Дома культуры города Балабаново Никифоренко Ирина Александровна. Ирина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. В начале нашей программы напомню нашим телезрителям телефон нашего прямого эфира. Если у вас есть вопрос к нашему гостю, звоните по телефону в Обнинске. 44-33-2. Также традиционно мы проводим интерактивный опрос. Сегодня звучит вопрос очень просто. Творческий ли вы человек? И если да, то звоните по телефону 4-27-11. Если нет, 45-11-45. В конце нашей программы мы подведем итог. Все-таки сколько же из проголосовавших телезрителей творческих, а сколько нет. Ирина, ну так как, как говорится, театр начинается с вешалки, музей тоже начинается непосредственно с этого. Начнем с такой материальной темы. Есть информация, что в ближайшее время власти города Балабаново планируют превратить устаревшее здание Дома культуры в такой современный культурный центр. Это правда? Это практически правда. Есть сейчас здание Дома культуры, в котором мы непосредственно находимся. Ему 60 лет. И ему наконец-то в этом году грозит, скажем так, ремонт. Буквально на днях мы будем подписывать документы и будет готовиться проект на замену коммуникации Дома культуры. То есть мы будем менять полностью электрику, инженерные сети. То есть всячески поддерживать то здание, которое у нас сейчас есть, в состоянии жизнеспособности. В этом году также у нас запланирован косметический ремонт зрительного зала и, возможно, фасада. Но радость наша не была бы полной, потому что это не все. Конечно, здание нынешнее мы отремонтируем, приведем в порядок, и власти нам обещают новое полноценное отдельное здание Большого культурного центра. Мы надеемся, что это осуществится. Понятно. А что же будет тогда в Доме культуры, если основное здание будет в здании культурного центра? Ну, Дом культуры никуда не денется, он так и останется. И есть по нормам, при населении города Балабаново, которое сейчас почти 27 тысяч человек, когда нас будет 30, по норме должно быть вообще два Дома культуры. И поэтому вполне вероятно, что один Дом культуры останется там, где он сейчас находится, и второй культурный центр восполнит всю потребность жителей города Балабаново. Это один из вариантов. Вполне возможно, что переедет детская школа искусств к нам сюда. Но пока финальный вопрос, финальная точка в этом вопросе, она не поставлена. Пока мы еще обсуждаем. Ну, в ближайшее время все прояснится, да? Мы очень надеемся на это, конечно. Мы очень долго ждали. 60 лет практически. Ну, все равно здание Дома культуры в Балабаново, он только обрел уже статус, можно сказать, исторического, то есть он некий символ города, скажем так. Поэтому если он преобразится, конечно же, преобразится и символ. Ну, мы надеемся, что если появится новое здание, это не значит, что здание нынешнего Дома культуры... Потому что сейчас, к сожалению, нам тесновато построить новый культурный центр. Хватит ли наших амбиций, вернее, сможет ли новое здание наши амбиции успокоить и устроить? Понятно. Отлично. Ну что ж, перейдем к театру. Тем более, что 2019 год объявлен в России, соответственно, годом театра. Я знаю, что в ДК работает театр, ежегодно проходит фестиваль театральный, который с каждым годом набирает все большую и большую популярность. Ну вот, как в этом году Дома культуры Балабаново будет отмечать год театра? Ну и, соответственно, конечно, поговорим о театре. Ну, начнем с того, что театр действительно в Доме культуры есть. Это народный самодеятельный коллектив, молодежный театр «Стиль». Театру скоро уже исполнится 20 лет. Недавно мы только отмечали один юбилей, близится уже следующий. Руководит им Ирина Васильевна Артамонова. И благодаря ей как раз театр известен не только в городе, не только в районе, но и в Калужской области. Она организовала фестиваль, да? Она организовала и театр, и фестиваль. Фестиваль «Пять вечеров» впервые прошел в 2009 году. Организаторы его это Ирина Васильевна, Василь Фролыч Балабин, которые вместе, совместно создали этот фестиваль. Да, начинался, конечно, он достаточно скромно. Студенты-выпускники одного курса, которые разъехались в разные города, однажды собравшись, решили, давайте дружить с домами. И в 2009 году как раз первый фестиваль прошел из выпускников одного курса. Сейчас география фестиваля расширяется. Там принимают в этом году, в 2018 году, я имею в виду, принимали участие коллективы и из Московской области новые участники, традиционные Калуга, Малорославец, Боровск, Балабаново, естественно, Обнинск, Москва. То есть фестиваль расширяется с каждым годом. И в этом году, мы надеемся, у нас все получилось из задуманного. А 2019 год, год театра, чему мы несказанно рады. У нас есть уже определенные планы и достижения даже, потому что наш коллектив, наш театр «Стиль» в рамках областного фестиваля «Преокские сюжеты» стал лауреатом первой степени. Чуть-чуть не хватило до Гран-при, мы получили очень хорошие отзывы от жюри. И мы гордимся нашим театром, потому что с постановкой «Двое на качелях» режиссера Ирина Васильевна Артамонова наш коллектив пригласили в областной проект в Калугу «Дети понедельника». Четыре театральных коллектива Калужской области, всего четыре коллектива. Один из них наш, Балабановский, мы этим очень гордимся. Суть проекта в том, что наши ребята поедут в драмтеатр. И там будет постановка, да? И там будет постановка «Двое на качелях». Театр работает параллельно еще над двумя постановками. Сейчас конкретно мы поднимаем наш спектакль «Любовь и голуби», который я лично очень люблю и всех приглашаю, и зрителей тоже. Ну что ж, я желаю, конечно же, успехов и дальнейших театру «Стель». И надеюсь, что в этом году жители Балабанова увидят что-то новое, интересное. Надеемся. Но действительно, близится сейчас День работника культуры и День театра. Нам кажется, неспроста эти два дня идут параллельно, потому что День работника культуры 25 марта, День театра 27-го. И вот мы как раз в Балабаново будем по традиции отмечать два праздника одновременно. Уже на следующей неделе, 22 марта, по традиции, мы сделаем большой творческий капустник. Очень любим эту форму. Надеемся, что пришедшие зрители оценят наши задумки, потому что это единственный день в году, когда мы можем отойти немножко от классических канонов и даже немножечко похулиганить на сцене. Ну а что из этого получится, узнают зрители уже на следующей неделе. 22-го. 22-го марта в 6 часов вечера. Отлично. Ни одно массовое мероприятие в Балабаново не обходится без, я наблюдал, без девчонок, мальчишек, которые как многостаночники помогают организаторам в различных мероприятиях. Это мы говорим о волонтерах. Давайте я вообще предлагаю об этом поподробнее поговорить, потому что волонтерское движение появилось в Балабаново довольно-таки давно. Да. А как вы работаете с волонтерами? Вот как вообще происходит взаимодействие с молодежной средой? Ну, волонтерское движение в городе действительно зародилось достаточно давно, в 2009 году, наверное. В 10 лет уже. Да, мы отмечаем в этом году десятилетие появления волонтеров. Тогда они организовались на базе университета имени Шолохова. Сейчас они базируются у нас в Доме культуры. Это действительно обычные девчонки, мальчишки, школьники. Как вы называете их? Они сами себя называют? Они сами себя называют лимонные волонтеры, да. Потому что они в лимонного цвета футболках, да? Всего лишь навсего. Да, когда мы определяли цвет футболок, тогда еще про лимонов, конечно, речи не было. Но они сами себя начали называть волонтеры лимонные. У нас даже есть хэштег «Лимонные волонтеры». Простые девчонки, мальчишки, есть и студенты, есть работающая молодежь, которые к нам... Ну, как они появляются? Появляются чаще всего случайно, потому что действительно не заметить такую яркую команду на мероприятиях невозможно. И после каждого мероприятия, на котором ребята помогают, очень много звонков и пишут, хотим стать волонтером. Просто приходят, да. И как можно стать волонтером? Легко. Во-первых, у нас двери открыты для всех желающих. Есть юридические тонкости, но, опять же, мы берем с любого возраста. То есть у нас сейчас в отряде есть девчонки 11-летние, которые силу своего возраста, но что-то могут уже помогать, что-то делают. Любой волонтером, в принципе, может стать абсолютно любой. Не обязательно у Дома культуры. Сейчас школы активно ведут эту работу. Мы заводим ребятам книжки. То есть так же, как паспорт, в 14 лет можно завести волонтерскую книжку, которая имеет определенный вес для ребят. Потому что при наличии волонтерской книжки это дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗов. Не во все, к сожалению, но большая часть ВУЗов принимает книжку и с руками практически забирают таких ребят у нас. Понятно. А вообще большой отряд волонтеров в данный момент? Нет постоянной численности. Ну, примерно это человек 20. Да, потому что, опять же, это частичная занятость. Это не работа, это больше хобби. Но мы сами говорим о том, что почему у нас ребята задерживаются, это не оплачивается никоим образом. Это форма досуга. Это форма жизни, форма досуга. И ребята часто, когда у нас нет каких-то дел, иногда даже пишут, давайте что-нибудь сделаем, давайте что-нибудь поработаем. То есть чаще всего ребята сами приходят. Но есть у нас и проект, один из древнейших, скажем так, в этом году. Мы будем отмечать 20-летие проекта. Это проект, инструктив для школьников-активистов. Называется он «Лидер». В 2019 году, вот мы сейчас в апреле месяце будем отмечать его уже 20-й раз, проводить 20-й раз. Школьники, девчонки, мальчишки, балабановские едут на три дня, на 48 часов вдаль от дома, где педагоги с ними проводят всевозможные тренинги, инструктивы, мастер-классы. И оттуда они возвращаются уже другими людьми. А кто участвует в этом проекте? Участники – это обычные дети, это старшеклассники от 14 лет. Здесь все на усмотрение школы. То есть мы по школам отправляем заявку с определенной квотой. Финансирует этот проект администрация наша, и за что им огромное спасибо, потому что из года в год хорошая финансовая поддержка проекта, которая дает возможность нам его все-таки проводить. Вожатые педагоги не получают зарплаты. Это все абсолютно безвозмездно, это добровольно, потому что на выходе в школу возвращаются активные ребята, которые ведут себя достаточно активно, проявляют всячески свою активную позицию, и часть из них остаются, становятся волонтерами. Понятно. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня в гостях в нашей студии директора Балабановского Дома культуры Никифоренко Ирина Александровна. Опрос сегодня у нас очень простой. Творческий ли вы человек? Звоните, участвуйте. Также, если у вас есть вопросы к нашей гости, телефон прямого эфира 44332. Еще один вопрос, очень интересный. Совсем недавно я посетил музей истории города Балабаново. Во многих СМИ и в соцсетях, конечно же, сейчас очень много информации о том, что музей истории города Балабаново обрел новый дом. Когда это случилось, на эту тему давайте тоже поподробнее поговорим. Действительно так. Но история нашего музея, его называли всегда народным музеем. В 2021 году ему исполнится 20 лет, потому что в 2001 году активисты города, простые граждане, жители решили организовать такой музей. И в музее собраны экспонаты, нет ни одного экспоната, который бы мы купили. То есть это люди, жители приносят, находят у себя на чердаках, где-то в подвалах частных домов приносят экспонаты, которые говорят о истории города. Музей долгое время находился на территории, на улице Лермонтово, но потом с определенными обстоятельствами нам пришлось переехать и ютиться в маленьких помещениях. Ну, очень огромное количество экспонатов, и, наверное, долгое время просто они были законсервированы. Да, конечно, потому что у музея никогда не было своих площадей в таком объеме. И в 2016 году, летом 2016 года, глава администрации принял решение, и Дома культуры передали в оперативное управление огромное помещение в новом микрорайоне, 350 квадратных метров. Несказанная радость для нас, потому что у музея теперь есть отдельные комнаты, отдельные экспозиции, постоянно сменяющиеся выставки и так далее. Музей действительно очень посещаемый. Даже вот сегодня перед эфиром я смотрела последнюю информацию. У нас сегодня прошел очередной мастер-класс в виде интерактивной программы для детей детского сада. Двери в музей практически не закрываются. У нас огромная посещаемость. Музей действительно интересен. А почему мы говорим о музее? Также мы не сказали нашим телезрителям о том, что музей входит как отдел, входит в... Музейный отдел Дома культуры, да. Ну что ж, а где можно увидеть анонсы мероприятий, то есть музея? Это, наверное, в соцсетях, да, в группе? Недавно, совсем месяц назад буквально мы создали... Так как музей, он, конечно, входит в состав Дома культуры, но у него немножечко другая задача и другое направление работы. И мы стали понимать, что деятельность музея нужно отдельно освещать. У музея теперь есть отдельная страница в соцсетях, которая набирает свои обороты, набирает своих подписчиков. Там выкладывается вся информация и по поводу афиш, все фотоотчеты, новые экспонаты, графики работы и так далее, и так далее. То есть все полностью у нас доступно, как и у Дома культуры. И, кстати, можно сказать, где находится музей? Да, конечно, мы с удовольствием приглашаем всех в музей истории города Балабаново. Находится на улице Южная, 2В, микрорайон Балабаново-Сити. Вход со двора. Ну, надеемся вас увидеть там. А вернемся мы к Дому культуры. Расскажите, на данный момент, какие коллективы работают в Доме культуры? Коллективов у нас достаточно много. Мы стараемся сохранять баланс между детскими, взрослыми и подростковыми коллективами. Их почти 17. То есть есть это и коллективы художественной самодеятельности, и объединения добровольные, историческое объединение, кровеческое объединение вехи. Но в основном, конечно, это художественная самодеятельность. Это хореографические, вокальные, театральные коллективы. Шесть из них имеют звание народного. И вот сейчас, открою такую большую тайну, мы ведем работу с отделом культуры Боровского района о присвоении званий еще одному коллективу. Пока не буду говорить, какому. Подтвердим, обязательно расскажем вам об этом. То есть надеемся сохранить баланс. Коллективы работают постоянно в Доме культуры, организовывая всевозможные концерты. То есть каждый концерт, в основу его входят номера, подготовленные нашими специалистами. А где-то за пределами города коллективы выезжают, участвуют в каких-то конкурсах? Безусловно, да, конечно. Есть какие-то достижения такие в этом плане? Конечно. У нас недавнее достижение в Калугам, международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России». Мы привезли обратно 10 дипломов с призовыми местами. Это лауреаты 1-й, 2-й степени, дипломанты наши малыши. Мы ими очень гордимся. Стараемся ездить и к нашим коллегам по району, по области. То есть приглашают, зовут, ребята с удовольствием участвуют, и дети, и взрослые. Сейчас мы планируем... Ну, во-первых, мы сейчас готовим свой большой проект нашего фестиваля районного «Весенние проталинки», который пройдет в этом году уже в 16-й раз. На этой неделе у нас заканчивается прием заявок, поэтому, уважаемые балабановцы, поторопитесь, пожалуйста. Ну, а дальше, конечно, районные конкурсы и выезды. Готовимся ехать в Брянск. Надеемся, у нас все получится. Женский академический хор наш, один из наших уникальнейших коллективов. Надеемся сейчас их отправить в Брянск на фестиваль международный. Понятно. Я смотрю, просто жизнь кипит, на самом деле, и столько мероприятий, которым нужно готовиться уже заранее. Как удается сочетать в себе такую кипучую творческую личность и ответственного хозяйственника? Мне очень повезло с коллективом. Коллектив действительно у нас, он большой. Во-первых, у нас коллектив 35 человек. Это и кружководы, и специалисты, и технические персоналы, и бухгалтерии, и так далее. И нам повезло в том, что у нас все, помимо своих основных должностных обязанностей, выполняют еще человеческую помощь всевозможную. У нас только что прошло большое мероприятие «Городской праздник Масленицы», на котором работало более 30 человек, совместно с нашими коллегами из других муниципальных учреждений, за что им большое спасибо. Совмещать особо не приходится, потому что я занимаюсь своей работой, потому что есть сильная, мощная команда, которая поддерживает, которая понимает нашу основную линию и всячески поддерживает меня. А есть у вас в коллективе люди, такие ветераны, которые работают уже более 10 лет? Да, конечно. Больше? Коллектив, конечно, и обновляется, но есть люди, действительно, которые работают уже достаточно давно, и им огромное спасибо, потому что это люди, которые верны традициям, которые отвечают за сохранение традиций Дома культуры. Отдельно хотелось бы сказать про Елену Михайловну Левадной, которая руководит ансамблем русской песни «Зорюшка», кстати, которому коллективу в этом году исполняется 35 лет, и мы надеемся осенью с размахом отметить этот праздник. Ирэн Юрьевна Куликова, которая долгие годы руководит ансамблем «Улыбка», Оксана Сергеевна Сидорова. Перечислять можно бесконечно. Приходят новые люди, молодые, и остаются вместе с нами, и мы надеемся, что такой большой команды мы еще долго просуществуем. — Дефициты кадров, то есть, они наблюдаются у вас? Или все-таки город не такой большой, тяжело найти творческую личность, которая вольется в коллектив и себя проявит на максимум, то есть, именно в направлении культуры? — Ну, нам как-то везет, нам искать не приходится. Потому что, во-первых, дефицитов кадров у нас нет, штат у нас полностью укомплектован, но если у нас когда-то возникают вакансии, они как-то молниеносно заполняются, потому что Дом культуры — это действительно место притяжения, место, центр культуры, наверное, города Балабаново, хотя мы не единственный источник культуры в городе. У нас есть наши коллеги, которых мы уважаем, мы с ними работаем очень плотно. Это детская школа искусств, Татьяна Васильевна Высоцкая, заслуженный работник культуры, ей большое спасибо. На прошлой неделе у нас был совместный концерт, принимает участие и библиотека тоже, занимающаяся культурой, городская библиотека. Вообще у нас очень много помощников, много сотрудничества, с кем мы производим и колледж, и центры физкультуры и спорта, центры ориентиры, перечислять можно бесконечно. Наша работа не была бы, наверное, такой полноценной без вот такой мощной поддержки и сотрудничества с другими учреждениями. Ирина Александровна, что самое сложное, на Ваш взгляд, в работе директора Дома культуры? Это тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, да? Философский. Очень философский. Что самое тяжелое? Тяжелое, когда очень хочется на сцену. Наверное, вот это. А часто удается на сцену выходить? Ну, вот надеюсь, что на капустнике, который будет на следующей неделе, я сыграю свою роль. Ну и... Я даже не могу как-то подобрать ответ на этот вопрос, что тяжелое. Да. С таким коллективом, который у нас, наверное, все практически легко. Во-первых, коллектив действительно хороший. Во-вторых, я уже говорила, что у нас есть мощнейшая поддержка от нашего учредителя, от администрации. Нас поддерживают и глава администрации Сергей Павлович Галкин, и глава города Сергей Алексеевич Судаков, которые постоянно приходят на наши мероприятия. Они где-то не выходят, не всегда на сцену, потому что у них тоже много работы, но они отслеживают все, что мы делаем, поддерживают нас и в финансовом плане, и в материальном. И мы, наверное, одни из немногих счастливчиков, кому так повезло, с понимающим, сочувствующим и адекватным начальством. Это очень здорово на самом деле. Какие планы ставите перед собой на 2019 год? В принципе, да, сейчас только март, год начался совсем недавно, впереди еще очень много времени. Ну, план у нас самый, если по хозяйственной части, то, конечно, мы хотим наконец-то отремонтироваться. То есть, с чего мы начали наш разговор. Потому что пока нас поддерживают финансово, мы хотим успеть в этом году отремонтировать большую часть из запланированного. Мы расширяемся, мы развиваем наши коллективы, мы шьем костюмы, мы создаем новые мероприятия, продолжаем традиционные мероприятия. То есть, стараемся делать лучше и лучше с каждым годом, потому что стараемся держать определенную планку. И план на 2019 год, эту планку не только не опустить, но еще и поднять, чтобы наши жители по-прежнему посещали наш Дом культуры, чтобы у нас были массовые мероприятия, и чтобы, как и прежде, и как даже на той неделе, яблоку негде было упасть в зрительном зале на концерте. Как мы до начала программы общались с вами, что уже начинается подготовка, либо началась к Дню города, потому что время летит быстро. В этом году жители Балабанова, гости, что-нибудь увидят новое, что-то интересное на праздновании Дня города? Ну, пока всех карт раскрывать не будем. Сейчас мы действительно, началась у нас подготовка по Дню города, мы рассматриваем варианты. И здесь как раз мы готовы прислушаться к жителям, к нашим, их предложениям. Конечно, все это будет ограничено определенным бюджетом, потому что мы, к сожалению, не корпорация, зарабатывающая бюджет деньги. Но, надеемся, жители сейчас будут говорить, что они хотят. И пока у нас есть возможность, у нас пока не поставлена точка в сценарном плане, предложения принимаются. Однозначно останутся традиционные мероприятия, однозначно отчествование лучших горожан, лучших семей, новорожденных, молодожен. Это традиция, от которой мы не отойдем. А вот какие нас ждут артисты, узнаем чуть-чуть попозже. Понятно. Ну что ж, у нас практически уже финал нашей программы. Давайте посмотрим на интерактивный опрос. Ну, практически 50 на 50, но чуть-чуть побольше 80 проголосовавших у нас нетворческие люди, и 65 у нас творческие. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании. Ну, что скажете Ильине Александровне? Я хочу на прощание, наверное, пожелать, во-первых, тем, кто ответил, что вы нетворческие, приходите в Дома культуры, балабановцы, мы ждем вас у нас. Обнинчане, пожалуйста, идите, развивайте себя. Ну, а с наступающим Днем работника культуры мы хотели бы поздравить коллег всех, и балабановцев, и всех коллег других поселений. Хочется, чтобы год у нас с вами был максимально культурным, с максимально понимающим начальством, как у нас, с добрыми коллективами, с адекватными, прекрасными родителями и деточками, как у нас. Всего самого наилучшего в этом году, с этим праздником. Ну, а год театра, я надеюсь, мы отметим широкой премьерой, но об этом уже осенью. Спасибо большое, Ирина Александровна, за хорошие ответы, за то, что пришли к нам в студию. Поздравляю с наступающим праздником, желаю творческих успехов. У нас в гостях сегодня была Никифоренко Ирина Александровна, директор балабановского Дома культуры. Это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник и четверг в 18.30. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова